Бунт на корабле. Чем ближе к Брэкзиту, тем сильнее шатается премьерское кресло под Терезой Мэй. Однопартийцы решили добиваться ее отставки. Есть ли шансы у главы правительства удержаться, расскажет Ирина Иванова. Недовольство политикой премьера нарастало давно. Однако так далеко оппоненты Мэй еще не заходили. Накануне в Лондоне полсотни однопартийцев провели собрание, на котором решали, как и когда заставить премьера уйти с должности. Участники этого собрания рассказали подробности прессе. Значительная часть консерваторов недовольна отсутствием четких условий выхода страны из Евросоюза. В частности, планом Терезы Мэй остаться в зоне свободной торговли с ЕС. Однопартийцы готовят заявление о недоверии лидеру. Дедлайн выхода из ЕС все ближе. Согласованного плана нет. Рейтинг пробил очередное дно. Оппоненты готовят заговор. Тереза Мэй беспомощна как никогда. Тень угрозы над ней заметили даже в Брюсселе. Европейские политики менее всего заинтересованы в том, чтобы накануне Брекзита Британия погрузилась в политический хаос. Евросоюз запустил операцию спасти Терезу. Об этом уже несколько дней говорят по обе стороны Ла-Манша. По словам бывшего еврокомиссара по торговле Питера Мандельсона, лидеры ЕС опасаются, что крах переговоров по Брекзиту повлечет отставку Терезы Мэй. А вероятно, ее преемник, одиозный экс-министр иностранных дел Борис Джонсон, затянет в хаос не только Великобританию, но и всю Европу. Поэтому Брюссель готов действовать в рамках плана Мэй. Я приветствую предложение премьер-министра Мэй развивать новое амбициозное партнерство в будущем после Брекзита. Мы согласны с решением британского правительства начать это партнерство с зоны свободной торговли между Соединенным Королевством и Европейским Союзом. Исходя из обозначенных принципов, переговорщики готовы день и ночь работать, чтобы достичь договоренности. Самое интересное впереди. 30 сентября начинается съезд консервативной партии. Для устранения Мэй с должности достаточно, чтобы 15% членов парламентской фракции поддержали вотом недоверие. По некоторым данным, количество недовольных однопартийцев уже превысило этот необходимый минимум.